Учитель выиграл Вторую мировую войну. Проблема государства, что он не способен заплатить достойную зарплату учителю. Иметь престиж и хорошую зарплату, как в Москве, так и по всей нашей стране. Там не наши граждане живут, что ли? У нас сегодня учителя остались только те, которые 55+. Особенно в деревнях. Потому что никто туда не едет за такие деньги. Они там работают, потому что они считают уже необходимы. Не потому что они там зарабатывают деньги. Ну и всю жизнь так прожила. Всю жизнь заработал учителем. И ей не важно, сколько платить. Но мы же не должны на этом есть. Ведь как некоторые власть-предержащие говорят, ну а что, вас же никто не заставлял выбирать эту профессию. Типа это ваши проблемы. Нет, это проблемы государства. Проблема государства, что она не способна заплатить достойную зарплату учителю. Вот где-то ехал и видел плакат. Учитель выиграл Вторую мировую войну. И я с этим согласен. Да, учитель. Который научил людей любить свою Родину. Вот он так мыслил. Правильно, абсолютно. У нас в Дагестане стоит памятник советской учительнице. Которые понимают люди, что благодаря советской учительнице, русской учительнице я подошел. Памятник русской учительнице. Они понимают, что русская учительница приехала и сделала там другую жизнь. А у нас памятник учительнице день стоит еще по стране? Я вот, например, не знаю. В Дагестане есть. Тоже наша страна. В Центральной России есть? Нет. Потому что настолько выбили престиж этой профессии, что, конечно, никто не хочет учиться. Если ты ни на что не способен, ну иди в учителя типа того. Сегодня престиж этой профессии должен быть поднят просто на несколько порядков. Выше поднят на несколько порядков. Точно так же учитель должен иметь престиж и хорошую зарплату. Как в Москве, так и по всей нашей стране. Одинаково. И это надо сделать для государства. Это жизненно необходимо. Третья задача, которую мы должны решить полностью. Я считаю, что учитель и в Москве, и в Урюпинске, и в Улётах, и где угодно должен получать абсолютно одинаковую заработную плату. Да, там может быть выслуга лет, категория. Другой вопрос. Но одну и ту же по всей стране. И надо вот эти вот вещи, доплаты в Москве, во всех субъектах. И равняться на лучшего субъекта. Вбежали в Москву, доплату там 50 тысяч. Везде введите. Потому что это обязательно должно быть. Но по-другому никак. Иначе мы сейчас получим с вами так, что у нас образование, понимаете, на Чукотке будет отличаться от образования в Москве просто в десятки раз. А этого быть не должно. Там не наши граждане живут, что ли? Или что это такое? Поэтому однозначно везде тотально должно быть одинаковая престиж, одинаковая заработная плата. И я вас уверяю, туда пойдут многие с удовольствием учить. Учить.